ВОЕННО-БИЛОГИЙСКИЙ ВОЙСКИ ВОЕННО-БИЛОГИЙСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В В различных регионах мира. Российская Федерация постоянно предпринимает усилия по созданию механизма проверки соблюдения КБТО. Однако указанная инициатива последовательно блокироваться коллективным Западом во главе с США с 2001 года. Существующий механизм Генерального секретаря ООН по расследованию предполагаемого применения биологического и токсинного оружия, а также Женевский протокол 1925 года о запрещении применения удушающих, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств в ходе войн и военных конфликтов не охватывают вопросы проверки биологической деятельности государств-участников. Организация по запрещению химического оружия, расположенная в ГАГе, также не обладает такими полномочиями. Ранее мы приводили схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США. Одним из его элементов является Украинский научно-технологический центр, УНТЦ. На первый взгляд, не публичная организация, не имеющая ничего общего с Пентагоном. Министерству обороны России удалось раскрыть ее роль в военно-биологической деятельности США на территории Украины. В соответствии с установленным документом, УНТЦ – это международная межправительственная организация, созданная с целью, цитата, «предотрачения распространения знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения». Его правовой статус определён соглашением от 25 октября 1993 года, которое заключено между правительством Украины, Канады, США и Швеции, а также протоколом о внесении поправок от 7 июля 1997 года. Штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеют региональные представительства в Баку, Кишинево, Вьетберисии, а также Харькове и Львове. Вместе с тем, экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функции распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагона исследований, в том числе в области биологического оружия. Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтонам было расходно более 350 миллионов долларов. Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются Государственный департамент и Министерство обороны США. Финансирование осуществляется также через Агентство по защите окружающей среды, Министерство сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США. Кроме того, обратите внимание на подготовленный кураторами УНТЦ документ от 11 марта 2022 года, который подчеркивает истинный характер деятельности этой организации. В нем отмечено, цитата, Наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения, их насчитывается от 1000 до 4000, оказаясь в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимым переходом на сторону других государств для участия в программах по разработке оружия массового поражения, средств доставки и другого вооружения. Конец цитаты. Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применению оружия массового поражения и полагает целесообразно продолжить их финансирование. Приведу фамилии должностных лиц, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ. Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кертис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии. Обучался в университете управления имени Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года. Председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер. От США работу центра курирует Фил Долив, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программы нераспространения оружия массового поражения. Полученные Министерством обороны России документы подтверждают связь УНТЦ с американским военным ведомством. На слайде представлена официальная рекомендация Государственного департамента США, одобряющая сотрудничество УНТЦ с основным подрядчиком Пентагона, компанией Black & Twitch. В переписке высказывается готовность вице-президента этой компании Мэтью Вебера к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований на территории Украины. В период с 2014 по 2022 год УНТЦ в странах постсоветского пространства Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан реализовано более 500 научно-исследовательских проектов. В период с 2014 по 2022 год Украинским научно-технологическим центром в странах постсоветского пространства Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан реализовано более 500 научно-исследовательских проектов. Американских кураторов прежде всего интересовали исследования, имеющие двойное назначение. Например, проект 6166 – развитие технологий для моделирования оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения. Проект 9601 – передача украинских технологий, производство сложных материалов двойного назначения в Европейский Союз. Многие из них направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия, чума тулеремия и возбудители экономически значимых инфекций, патогенный гриб птиц, африканская чума свиней. Непосредственно в интересы военного ведомства центром были профинансированы проекты ПИ-364, 444 и 781, направленные на изучение распространителей и возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц, летучих мышей. Обратите внимание на документы проекта 3007 – мониторинг эпидемиологических и экологических ситуаций относительно опасных болезней водного происхождения на Украине. В ходе работы украинскими специалистами под контролем американских ученых систематически проводился отбор проб воды в ряде крупных рек Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале, с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудители холеры, гепатита А и Е, сделать выводы о возможности их распространения водным путем. В рамках проекта была проведена оценка поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы депонированы в коллекцию и впоследствии вывезены в США. Перед вами карта водных ресурсов Украины. Ее анализ показывает, что результаты проведенных работ могут быть использованы для создания благоприятной биологической обстановки не только на территории Российской Федерации, но и в акватории Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы, Белоруссии, Молдавии, Польши. Наша беспокойность с деятельностью Вашингтона и Украины связана с тем, что вопреки своим международным обязательствам США сохранили в национальном законодательстве нормы, допускающие проведение работ в области биологического оружия. Ратификацию Женецкого протокола 1925 года Соединенные Штаты сопроводили рядом оговорок, одна из которых допускает ответ на применение химического и токсинного оружия. В соответствии с федеральным законом США о объединении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом, исследование в области создания биологического оружия допускается с санкцией американского правительства. На участников подобных исследований не распространяется оголовная ответственность за разработку такого оружия. Таким образом, американская администрация в этой сфере реализует принцип приоритетности внутреннего законодательства над международным. Наиболее спорное с точки зрения этики исследования проводится за пределами национальной юрисдикции. Так, в ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерифа Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах в областной клинической психиатрической больнице номер 3 города Харьков. Лица, имеющих расстройство психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса. На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась. Персонал медицинских учреждений давал подписку о неразглашении. В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерифе была остановлена. Все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности. В завершение, на одном из предыдущих брифингов мы приводили описание технического устройства для доставки и применения биологических рецептур, которое было запатентовано в США. Одновременно отмечено, что Украине был направлен запрос компании-производителя о возможности оснащения бесплотных летательных аппаратов «Байрактар» навесным аэрозольным оборудованием. Вызывает позабоченность тот факт, что 9 марта на территории Херсонской области разведными подразделениями российских войск обнаружены три бесплотных летательных аппарата, оснащенные емкостями объемом 30 литров и оборудованы для расприятия рецептур. По имеющимся данным, в январе 2022 года Украины через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов. Мы продолжаем анализировать документальные доказательства преступлений американской администрации и киевского режима на территории Украины. Продолжение следует... Продолжение следует...